В Лас-Вегасе состоялся поединок с вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC между американцем Шакуром Стивенсоном и доминиканцем Эдвином Де Лос-Сантосом. Если кто-то ждал драмы, накала страстей и прочих прелестей профессионального бокса, то его ожидания оказались его проблемами, как говорил один известный в прошлом футболист. Но обо всем по порядку. Первый раунд получился крайне осторожным. Оба фигуранта работали с дистанцией на челноке и по большей части бросали одиночные джебы. Примерно то же самое было и в следующем раунде. Третий боевой отрезок запомнился тем, что все 180 секунд Эдвин Де Лос-Сантос боксировал без капы из-за забывчивости своего угла. Жаль, что Стивенсон этого не знал, а то был бы посмелее и публика не начала бы свистеть. В начале четвертой трехминутки Де Лос-Сантосу удалось выбросить встроенный джеб и в конце раунда подключил левый боковой по корпусу и джеб туда же. В пятом раунде пошли откровенные кошки-мышки на ринге. Шакур убегал, а Эдвин пытался догнать. Получалось так себе, а ударов с обеих сторон было не чаще дождя в пустыне. Публика в зале стала свистеть все громче, требуя хоть какого-то действия. После экватора доминиканец пытался даже вытягивать Стивенсона на себя, но бесполезно. Осторожный Шакур на эти провокации не велся и по себе попасть не давал, читая все контр-панчи Эдвина. Оставшиеся раунды можно было охарактеризовать одной фразой «Скучно, господа!». Хотя порой, кроме джеба, американец пускал в ход крюк справа и, конечно же, продемонстрировал замечательные легкоатлетические способности, избегая разменов и минимизируя все риски. Итогом этого унылого «сами знаете чего» на ринге стала победа Шакура Стивенсона со счетом 115-113 и дважды 116-112. А резюме. Американец-таки стал чемпионом мира в трех весовых категориях, но сделал это очень осторожно, прагматично и скучновато. Его можно понять, зарубаться с панчером не вариант, слишком велик риск, а вот поступиться зрелищностью ради достижения цели – самое то. Другое дело, что публика этого не оценила. Субтитры создавал DimaTorzok